Здравствуйте! С вами снова программа «Выходные на колесах». Программа для тех, кто периодически устает от зеркальных стен, отражающих бесконечные пробки, и от высоченных небоскребов, закрывающих горизонт и подпирающих небо. Программа для тех, кто привык смотреть на мир через лобовое стекло своего автомобиля и не устает делать открытия в своей родной стране. Попробуют сегодня отдохнуть и от городского трафика, и наш Subaru XV, и все ему толкаться в пробках. И пусть он тоже дитя урбанизации, и сделан в основном для молодых, городских и активных. Нужно же где-то выгуливать большой дорожный просвет и полный привод. Итак, надеюсь, сегодня нам будет открыта дорога в Татарстан, куда мы уезжаем из Москвы. Нас ждет удивительная древняя Елабуга. Мы с вами побоим в Порт-Амойне, узнаем, сколько километров в день нахаживал Иван Шишкин для того, чтобы написать свои шедевры, и попробуем отыскать точное место покоения Марины Цветаевой. Самый короткий путь из Москвы в Елабугу лежит через Нижний Новгород и Казань. Самый тяжелый участок дороги первые 50 километров Подмосковья. По сути, это одна большая пробка, а дальше сносный асфальт и развитая инфраструктура. От Москвы до Елабуги 1040 километров по трассе М7. Это 14-16 часов пути. Рекомендуем разбить дорогу на два дня с ночевки в Чебоксарах. Есть две Елабуги. Одна – это 70-тысячный промышленный город с огромной промзоной, с жилыми кварталами многоэтажек. А есть другая Елабуга, та, в которой до революции жили 10 тысяч человек. Это Елабуга Шишкина и Цветаевой. И вот по этой другой Елабуге нужно перемещаться не на автомобиль, она требует совсем другого темпа. Чтобы не пропустить ни один из 184 памятников архитектуры, которые находятся на площади 491 гектар. Вот такой объем охраняемых территорий в Елабуге. Потрясает, насколько эти все объекты сохраняются. Елабуга – это единственный город в России, где действуют особые статьи городского устава, которые вменяют в обязанность хозяевам или арендаторам исторических зданий поддерживать фасады в первозданном виде. При этом эти же самые арендаторы или владельцы освобождаются от уплаты некоторых налогов в городскую казну, ради того, чтобы эти деньги пошли на поддержание хотя бы внешнего вида старинных домов. Но, к сожалению, в прямом смысле слова сгустились тучи, упали первые капли дождя, и мы все-таки решили сменить фиакр на автомобиль. Благо, есть жесткая крыша, печка и прочие удобства. История Елабуги неразрывно связана с фамилией Шишкины. Причем речь идет не только о уроженце Елабуге, знаменитом русском художнике Ивана Ивановича Шишкине, но и о его отце Иване Васильевиче. Дом-музей Ивана Шишкина – это, по сути, два музея в одном. Это и купеческий дом середины 19 века, в котором родился живописец, и картинная галерея. По предварительной договоренности возможны интерактивные программы на тему провинциального купеческого быта. Шишкинскому музею, дому-музей, очень повезло. Как-то получилось, что после революции отсюда Шишкиных не выселили. И их даже не уплотняли. Дом оставался в распоряжении семьи вплоть до 1936 года, когда уже наследники Шишкину приняли решение передать дом государству при условии, что здесь останется музей. Поэтому больше половины вещей здесь – это предметы мемориальные, которыми сами Шишкины пользовались, и которые даже описывали в своих дневниках. В частности, Иван Васильевич Шишкин, хозяин дома и отец будущего художника, привез вот эти часы с Макаревской яблоки. Особенность часов – сразу две птички. Кукушка вылезала, когда часы били каждый час, а перепелочка вылезала каждые 15 минут. Шишкин-старший оставил такое воспоминание. Под окнами дома собиралось до четверти населения города. Нескушенные люди пытались через стекло разглядеть диковинку, и когда птички показывались из маленьких дверок, люди безумно радовались, а некоторые особо восторженные граждане даже пританцовывали. Удивительная история произошла в стенах этого старого дома в начале 70-х годов. Здесь шел ремонт, в ходе которого в том числе и перестилали полы. И вот под половицами была обнаружена вот эта картина, это полотно, которое, ну, скажем так, несколько отличается от всех остальных шишинских работ. Несмотря на то, что картина была подписана, то есть есть автограф Шишкина, сотрудники Лабужского музея привлекли к экспертизе своих коллег из русского музея, из Ленинграда. И они подтвердили, что да, это писал Шишкин. Просто очень молодой, можно даже сказать, маленький. Ему было примерно от 14 до 16 лет. Сам художник Шишкин пишет в своем дневнике, что однажды я, когда ему где-то было лет 18, в своей комнате замкнулся и решил изучать мимику своего лица. Получились мимические портреты «Ваня кричит», «Разъянул рот», «Ваня хмурится». И позже сам запишет, нет сходства с портретируемым. Но оказалось, что это самые ранние известные его работы, которые выполнены были вот в том возрасте, когда он еще жил в этом доме. Интерьер комнаты, где жил тогда еще начинающий художник, восстанавливался по его же рисунку. Поэтому можно с уверенностью сказать, что кровать стояла именно здесь, комод напротив, стул, сундук. Сейчас никто не берется утверждать, что именно эти вещи стояли в именно этой комнате, но то, что мебель мемориальная, и она именно из этого дома, сомнению не подлежит. Сохранилась и вторая дверь, ведущая на лестницу. Комната, где жил молодой Шишкин, была крайней. И он очень рано вставал и уходил искать на туру. Говорят, проходил в день по 25-30 километров с легким этюдником. И вот чтобы никого не будить, он выходил не через общий коридор, а вот именно через вот эту вот дверь, ведущую на лестницу. А когда была погода ненастная, Шишкин далеко не ходил. Через эту же дверь он попадал на веранду. Вид отсюда открывается потрясающий. И мотивов, источников вдохновения, мне кажется, больше, чем достаточно. А еще это было любимое место всей семьи, где Шишкины собирались за вот этим столом на традиционное чаепитие. Собственно, эту процедуру можно повторить и сегодня. Причем в роли хозяйки дома Дарьи Романовны Шишкиной выступает директор музея Лариса Львовна Башкирова. Это отдельная услуга, которую музей может предоставить всем желающим погрузиться в историческую реальность. Кстати, с музейщиками можно договориться не только о театрализованном чаепитии, но и даже вот здесь, на этой веранде, устроить церемонию регистрации брака. С посещением музея Ивана Шишкина наше знакомство с этим семейством, без которого невозможно себе представить современную Елабугу, только начинается. О Шишкиных мы вспомним и на древнем городище, куда мы сейчас едем через исторический центр. Городище – самая древняя часть Елабуги, однако сейчас она находится в зоне современной послевоенной застройки. От дома Шишкиных до городища 3 километра. Можно добраться за 5 минут. Даже если у вас нет навигатора, не заблудитесь. Нужно держаться левее и ехать вдоль реки Тоймы, впадающей в Каму. Елабужское городище напоминает о древней крепости Угров. В 11 веке укрепление перешло к волжским булгарам. После завоевания Елабуги русскими войсками на месте крепости основан Троицкий монастырь, а остатки крепости находятся под защитой ЮНЕСКО. Древняя сражевая башня Елабужского городища – это достойный пример любви истинного гражданина к своему городу. Ведь не будь Ивана Васильевича Шишкина, и Елабуга, и Россия в целом, скорее всего, потеряли. Это, возможно, одно из самых древних каменных сооружений на территории нашей страны. Ведь предприимчивые елабужане в екатерининские времена чуть было не разобрали этот уникальный объект на камень. Белый камень очень хорошо котировался. И только усилиями Шишкина башня была возвращена ее прежняя форма. Вот видна старая кладка-кусок и кладка-новая, восстановленная уже отцом художника. Башня – это, пожалуй, главное напоминание о том, что Елабуга когда-то была не уездным городом, а мощной крепостью, форпостом Волжской Булгарии на Каме. Здесь на 90-метровом холме, который возвышается над Камой, был воздвигнут целый укрепрайон. Обрывы, земные валы, два рва делали это фортификационное сооружение практически неприступным с любой стороны. Здесь же находилась крепость-мечеть. Вот остатки фундамента треугольной башни, с которой читался намаз. Острый угол показывает направление точно на Мекку. Уже современными приборами проверяли, все совпадает до градусов. Но это же сооружение, это культовое сооружение, по сути использовалось одновременно и как караван-сарай. Вот оттуда пешим путем приходили торговцы, которым затем нужно было отправлять свой товар по воде. И вот эта крепость использовалась, говоря современным языком, как склад временного хранения. И купцы могли совершенно не волноваться за свое богатство, ведь красть из мечети – очень большой грех. Впрочем, Иван Васильевич Шишкин облагодетельствовал родной город не только спасением культурных ценностей. Сейчас мы поедем еще в одно интересное место, тоже связанное с отцом художника. Своим подвижничеством Иван Васильевич вывел Елабугу на абсолютно новый уровень и цивилизации, и гигиены. Мы едем в заведение с забавным названием – Портамойня. Портамойня входит в комплекс Елабужского музея-заповедника как самостоятельный музей стирки, открыт в 2009 году, находится в аутентичном здании средины 19 века. Почти все экспонаты также оригиналы 19-го – начала 20-го веков. Забавное слово «портамойня» большинство словарей трактуют как место для полоскания белья или прачечное. Происходит от старого русского слова «порть» – одежда. А в Елабуге эти заведения называли еще «платье мойня». И по сути речь идет об общественной прачечной самообслуживании. Шишкин нашел несколько родников, которые находились выше уровня города. Затем из Сибири была доставлена лиственница, в ствола которой вручную бурились сквозные отверстия. Фактически получились деревянные трубы. По ним вода попадала в многочисленные городские резервуары. А оттуда уже вот по таким деревянным желобам растекалась в том числе и в «портамойне». И сюда, вместо того, чтобы идти на речку, приходили елабужские женщины с бельем. Удовольствие это было не бесплатное. В углу, за стойкой, стояла специально обученная барышня, которая брала с этих женщин невеликую денежку. Денежки этой хватало, впрочем, для оплаты труда самой барышни и содержания «портамойни». Кстати, можно было за отдельную плату получить и горячую воду, которая специально подогревалась здесь, на печке. Сам же Шишкин, конечно, с «портамойной» не имел ничего, и водопровод для него было предприятие абсолютно убыточное. Более того, построив его в 1833 году, Шишкин был вынужден уже вскоре строить водопровод фактически заново. Он был сметен стихией, дождем, сильным ветром, ураганом, который обрушился на Елабугу. Отец художника восстановил столь нужное городу передовое сооружение. Правда, это стоило ему перехода из купцов второй гильдии в третью. Сейчас здесь в старой «портамойне» работает музей стирки. И говорят, что здесь живет дух чистоты. Если у вас есть какие-то проблемы с гигиеной, то этого духа можно задобрить, кинув монетку вот в эту бочку. Если вы попадете так же, как попал сейчас я, то тогда дух чистоты поселится и в вашем доме. Причем его активность напрямую связана с номиналом той монеты, которую вы бросаете. Соответственно, чем номинал больше, тем дух занимается сохранением чистоты в вашем доме активнее. Ну а в реальности, естественно, все деньги из этой бочки идут, конечно, не на кормление духов, а на содержание вот этого самого замечательного музея. Кстати, эта старая «портамойня» помнит и дочь основателя Музея изящных искусств, великую русскую поэтессу Марину Ивановну Цветаеву. Цветаева вместе с сыном прибыла в Елабугу в августе 41-го года среди других эвакуированных из Москвы на пароходе «Советская Чувашия». Вскоре она поселилась вот здесь, на улице Малая Покровская в доме номер 20. Цветаева приехала в Елабугу, чтобы остаться здесь, увы, навсегда. В доме памяти Марины Цветаевой восстановлена атмосфера лета 41-го года, когда здесь поселилась поэтесса с сыном Георгием и где провела последние дни своей жизни. В экспозиции копии писем Цветаевой, личные вещи хозяев дома, семьи Радельщиковых. Цветаевы сошли с парохода на Елабужский берег 17 августа 41-го года и первые три дня они жили на сборном пункте для эвакуированных в библиотеке. С самого начала Марина Цветаева пытается найти себе дело, какую-нибудь работу, просится даже в посудомойке, но тщетно. Думает перебраться в Чистополь, но потом все-таки решается остаться в Елабуге, в доме Читы Бродильщиковых, куда ее распределили. Бродильщиковая отводит Марине Цветаевой и ее сыну в доме лучшую комнату за перегородкой. Здесь, наверное, метр четыре квадратных, может быть. Вот здесь палац Цветаева, вот там была кровать сына. Впрочем, лучшая комната, худшая, это было уже, наверное, все равно, было уже поздно. Марина Цветаева хотела сил, чтобы прожить здесь всего 10 дней. 31 августа 41-го года хозяйка дома Анастасии Бродильщикова уходит с сыном Цветаевой Георгием на субботник, хозяин с инуком на рыбалке. Марина Цветаева впервые за все время пребывания в Елабуге остается дома одна. Она пишет три письма. Первое – сыну. Дальше было бы хуже, словно оправдывается она. Я тяжелобольна. Это уже не я. Когда Бродильщикова с Георгием вернулись домой, они нашли Марину Ивановну повешенной. Вот на этой балке. Последняя точка на нашем сегодняшнем маршруте – Петропавловское кладбище. От мемориального дома Марина Цветаевой до кладбищенских ворот не более километра. Если позволяет погода, можно пройтись пешком. После себя своему сыну Цветаева оставила 400 рублей. Но эти деньги можно было купить 10, ну, может быть, 12. Ведер картошки, если хорошо договориться. Поэтому, естественно, никаких похоронах за свой счет не могло быть и речи. Погребли Марину Цветаеву за счет козел. И следы могилы вскоре затерелись. В 1960 году сюда приезжает сестра Марина Цветаевой Анастасия. Она пытается найти могилу сестры, но из разговоров со сторожем кладбищенским ей становится известно только примерное место захоронения, тот сектор, где хранили эвакуированных. Тогда же Анастасия Ивановна ставит крест с табличкой, на котором написано «В этой части кладбища захоронена Марина Цветаева». Позже появляется вот эта символическая могила. Однако есть одна версия, которая позволяет с большей или меньшей долей вероятности все-таки установить точное место захоронения. Дело в том, что практически одновременно с Мариной Цветаевой ушла из жизни молодая коренная жительница Елабоги, 20-летняя Елена Матвеева. И вот в воспоминаниях ее матери значится, что похоронили Лену рядом с самоубийцей с малой покровки, но при этом похоронили не около, а через могилу. А на похоронах той самой самоубийцы присутствовал молодой человек в кожаном плаще. Очевидно, что речь идет о сыне Цветаевой Амуре. А вот она, могила Елены Матвеевой. Отсчитываем могилу через одну, и получается, что Марина Цветаева, скорее всего, лежит именно здесь. И теперь нам осталось столько заботиться ночлегом. В Елабоге есть несколько относительно благоустроенных частных отелей. Не все они, однако, находятся в шаговой доступности от достопримечательностей. Разумеется, то, что мы сегодня увидели в Елабоге, это только первое приближение к этому замечательному городу, первый его пласт. Но подумайте, только одних музеев здесь 16 штук. Так что, если приедете сюда, имейте в виду, одним днем в Елабоге не обойтись. Благо, есть возможность остановиться в буквальном смысле слова в центре старого города и обдумать, как распорядиться дальше своими выходными на колесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова